общественный политический опыт, ваши компетенции, знания, потому что тем насобиралось очень много. Да, я как бы готовился к эфиру с вами. Давайте начнем, знаете, с чего? Начнем с самой такой вот острой проблемы сегодняшнего дня. Ну, это даже не проблема, это помочь людям понять, да, потому что у нас, к сожалению, есть среди зрителей и людей, да, живущих на территории Российской Федерации, там мнения, которые не подкреплены никакими практическими знаниями и фактами. Вот давайте мы разберем ситуацию по поводу того, что Владимир Путин давит на Запад по поводу покупки газа за рубли. Объясните, пожалуйста, вот обычным языком, зачем он это делает? Запад уже отреагировал, что у нас в контрактах закреплены доллары и евро, и мы не будем во внутреннем рынке России покупать рубли и таким образом совершать эти финансовые операции. Зачем это делается и какие шансы, что он в итоге, кто в этих вот, скажем так, состязаниях победит? В вопросе именно валюты, в которой покупали нас. Я говорю ситуацию, да, я человек простой, да, я родом из 90-х, я привык объяснять все простыми категориями, за это меня уважают, ну, мои избиратели и ценят, поэтому я тем россиянам, которые у нас на связи, при всем том, что мне тяжело, конечно, сейчас общаться, вы понимаете, что как гражданин Украины у меня четко негативное отношение ко всему вообще, в принципе, происходящее, это я очень мягко говорю, очень мягко, но тем не менее, смотрите, ну, Путин пытается в этой ситуации, когда, по сути, полная, ну, фиаско и блицкрига, вы же понимаете, да, что он полностью провалился, вся эта маячня, маячня это по-украински бред, да, как вам удобно, бред маячня, маячня бывает у нас, у вас там полно маячни, бреда, там, шизофрении, там, не знаю, там, живой или нет, ваш главный, там, идеолог, этот, как его, либерал, этот сын юриста, там, этого, мам, вот, но неважно, он один из ярких представителей маячни, так вот, когда провалился полностью этот блицкриг, за 2-3 дня, не то, что Киева не взяли, там, а получили трупов, уже их, ну, по нашим оценкам, к сожалению, около 20 тысяч из воинства-агрессора, из них 15 тысяч, это приблизительно, это воины регулярной армии, и еще там 4,8 тысяч, это вот эти частные войсковые образования, ЛДНРовские эти придурки, которых загоняют сейчас туда, тоже там на улицах хватают, там, дают им автомат, говорят, иди воюй, клоун, ну, вот они идут и гибнут, потому что украинцы, это воины, и украинцы научились воевать, и украинцы защищают в этой ситуации себя, свою страну, своих детей, свое майно, майно, это, по-вашему, что, имущество, да, и поэтому мы никому не собираемся ничего отдавать, и будет вот уничтожаться каждый, кто сюда будет приближаться, это я вам просто гарантирую, вы не понимаете просто, какая сегодня ситуация в Украине, вам ваши каналы вешают вапшу на уши, что вас тут хлебом, солью ждали, вам эту дурню рассказывали, сейчас я объясню, кстати, почему рассказывали, потому что ваш бюджет финансировал огромную армию проходимцев, коррупционеров и манипуляторов, это как ваши, все эти так называемые олигархи, которые наживали свои капиталы на военных заказах, вы же понимаете, природу всех яхт и вот этих вот суперсостояний ваших олигархов, это прежде всего дерибан денег с военных заказов, потому что у каждого из них есть та или иная оборонная структура, где они просто тупо отмывали бабки, а теперь ваши танки не едут, вязнут, ваши ракеты не туда летят, в общем, все как положено, все как всегда было в Совке, в Советском Союзе и в России, в Царской России, и до того все. Но возвращаемся, и наша пятая колонна, на которую списали огромные деньги, начиная с Медведчука, вот эти Кива, этот клоун, на них же списали под миллиард долларов, и они рассказывали Путину вашему, что тут вас ждут с распростертыми объятиями, ну вы все увидели. Теперь возвращаемся к теме. Владимир Владимирович ваш, дай бог ему здоровья, конечно, в кавычках, он решил, что он в ответ на, ну по сути, жесточайшие санкции, беспрецедентные, которых еще в мире не было, он решил всех обмануть. Он решил, что он вот объявит сейчас, вы мне за газ, типа платите рублями, почему-то. Ну я понимаю, как он картину в своем воспаленном мозгу нарисовал, что, наверное, в результате валюта, вот эти евро, будет в результате где-то покупаться рубли на них, да, если бы европейские компании повелись на это, и в результате, так или иначе, где-то можно на какой-то площадке приток евро обеспечить твердой валютой, потому что ваши деревяшки скоро никому не нужны, будет, там я не знаю, какой у вас официальный курс, думаю, 130, но черный курс я представляю, какой есть и какой будет дальше. Вот. И, по сути дела, он решил компенсировать потери от вот этой, ну, блокады, ну, не блокады, а санкции жесточайшие. Теперь смотрите, что первое ответила австрийская компания, точное название, не помню, одна из крупнейших европейских компаний газотрейдеров, причем она не просто газотрейдер, она еще и участник вашего провального уже проекта «Певничный поток-2», а она там один из соучредителей. Она сказала, дорогие россияне, дорогой Рао Газпрок, читайте, пожалуйста, внимательно контракт. В контракте ничего не написано про расчет рублями. В контракте нашем написано про расчет европейскими деньгами на конкретные счета. Поэтому мы собираемся работать по контракту. Вот. Это первые австрияки, причем Австрия, вы знаете, ну, специфически, всегда имела взаимоотношения, в том числе и с Россией. Поляки немедленно вам ответили, что никакого пересмотра не предусмотрен в условиях контракта, поэтому они собираются потреблять газ и платить за него валютой. Если будут какие-то проблемы с постачанием газа, я думаю, достаточно, там будут временные неудобства какие-то, но я думаю, достаточно быстро они переориентируются с вашего российского газа раз и навсегда, что давно надо было уже сделать. Тем более, что у поляков есть свой проект с Норвегией, который заработают уже где-то, думаю, в сентябре, в октябре. Тем более, у поляков есть терминал LPG, изжиженного газа, который получается из Соединенных Штатов. Вот такая нормальная схема. Поэтому четко вам ответили. Вы хотите не поставлять газ. Вы еще в арбитраже. Понятно, что это не близкое дело, но это можно, наверное, в течение года, соответственно, штрафными санкциями так хлопнуть ваш Газпром, чтобы начать описывать все к черту вокруг. То, что, в принципе, и собирается делать. Поэтому эти все пугалки, понимаете, они, может быть, пугают, но даже тех же немцев, которые не хотели бы в неудобства какие-то создавать, но немцы совершили фатальную ошибку. Они в свое время отказались от атомной энергетики и сели плотно на газовую иглу. Около 50% газа действительно в структуре энергоимпорта немцев. Это российский газ. Ну, буквально вчера президент штатов Байден на встрече с европейскими лидерами в НАТО, он сообщил, что очень быстро может быть замещен российский газ поставками сжиженного газа, скрапанного украинскому умову, сжиженного газа в Европу. Да, будут временные сложности. Но вы знаете, эти временные сложности можно потерпеть ради того, чтобы избавиться от геморроя, который Российская Федерация во главе со своим президентом, дай ему бог здоровья, вместе с РАО Газпромом, создают не только Европу, а всему миру последние все годы. Я думаю, понятно, это политическое решение, понятно, Европа неоднородна, но там задние уже не включат. Я просто хочу, чтобы вы понимали, задние не будет. Я понимаю, что экономика Украины, да, сильно пострадает. Мы готовы к этому. Мы на своей земле и никуда бежать отсюда не собираемся. Но ваша экономика будет откинута реально в 90-е годы. Напомнить вам, что было. Я очень хорошо помню, что было в 90-е годы. Более того, я один из тех бизнесменов, который очень плотно работал тогда с Россией. У нас были очень плотные связи. Я очень хорошо помню, как кто-то работал, а кто-то с авоськами. Они у нас кровчучками называются. У вас там по-другому эти, знаете, торбы такие там. Торбы там в Китае летали, в Турцию с этими торбами. Напомнить вам всем, как это было. Готовьтесь к этому, дорогие россияне. И, к сожалению, глубокому, это к вашему лидеру сумасшедшему, это к нему все вопросы, понимаете. Он затягивает в эту путь. Причем это настолько глубокая ошибка, я вам просто не могу не напомнить фразу. Ее приписывают Толейрану, хотя, по моей версии, это другой министр иностранных дел, Наполеона, в свое время сказал. Он сказал классическую фразу, которая применима сегодня к действиям российского руководства. Это больше, чем преступление. Это ошибка. Преступление, вы к ним привыкли. Ваша власть каждый день совершала преступление, что на территории России, что на территории других стран. Это ошибка. Это глобальная ошибка. А ошибка для таких империй с такими диктаторами, каково стало, к сожалению, глубокому Россия за последние 20-30 лет. Вот эта ошибка, она уже имеет все ознаки. Ознаку перевожу. Это признаки. Спасибо. Все признаки фатальны. Поэтому, ну, поиграйте еще с этими рублями, поиграйте еще во что-то. И того, давайте, Алексей... Я вот сейчас... Да, да, да. Я хочу немножко... Я сейчас внимательно изучаю интересный документ, который родили три страны, лидеры трех стран. Это Польша, Чехия, Словакия. Это конкретный план из 10 шагов. Ну, так сказать, вот план действий по прекращению этой войны. Ну, мягко, мягко. Мы сейчас не будем говорить победа там. Мы говорим о прекращении этой войны. Мне очень нравится тот план. Я его сейчас внимательно изучаю. Он очень реалистичный, поэтому и вам советую почитать. Он касается чего этот план? Да, он касается вообще на самом деле немедленного перекрытия транспортных путей, наземного транспорта. Потому что у нас, как бы, вы по инерции пытаетесь через эту Беларусь с сумасшедшим этим их там диктатом, полудиктатор, полудиктатор, я уже не знаю, который, как в том анекдоте, обезьяна, помните, бегала от умных красивым от красивым к умным. Так вот, извините, там поток вот этого транспорта. Но он идет пока через Польшу, понимаете? А настроение Польши, ну, мы уже видим, дипломаты, уже угрозы ядерных этих самок. Поэтому, там почитайте, там 10 пунктов, я его только 15 минут назад начал читать, но он носит такой комплексный характер. И он далеко не окончательный. А у вас есть, да, он в электронном доступе, он есть, мы можем потом после СМИРа. А он висит у нас сейчас на, вот я его читаю на ресурсе «Украинская правда», поэтому я даже сейчас Мы тогда возьмем ссылку и в наш телеграм-канал утром февраля, мы с удовольствием поделимся с нашими... Вот такая тема для обсуждения. Просто можем спокойно, профессионально обсуждать это. Да, мы для этого и собрались, мы русскоязычные СМИ, вещающие с территорией Украины. Поэтому у нас есть возможность... Чудесно. У нас есть возможность как раз-таки с помощью лидеров совершенно разных стран и зарубежья Украины, Белоруссии, России обсуждать те или иные вопросы, которые бытуют в российском обществе и какие-то там опровергации, какие-то... Вот можем, еще одна у нас новость висит такая. Российские олигархи массово распродают свои самолеты. Ну, я понимаю... Ну, давайте по порядку. Итак, давайте, Алексей. Значит, смотрите. Первый вопрос у нас был как раз связан с покупкой газа за российские рубли. Значит, мы таким образом можем, исходя из вашего комментария, понимать, что в контракте прописаны евро и доллары и в одностороннем порядке невозможно... Юридически... Смотрите, это теперь я как юрист, ну, практик, депутат, да, и министр. В контракте четко написано. Вы можете прекратить свои поставки. Вообще не вопрос. Там будут временные проблемы, но вы им даете повод. Они обращаются, выигрывают любой арпидраж и со штрафными санкциями по полной программе будут, так сказать, они... Я напоминаю, что у Газпрома есть дочки. Есть дочки в Европе. Это и хранилище, где там ваши компании заходят. Это и участие в каких-то газопроводах. Хотите поиграться? Поиграйтесь. Поиграйтесь. Но юридически они однозначно говорят. Мы платим так, как написано. Хорошо. Следующий вопрос, Алексей. Скажите по поводу... Вот еще один очень интересный. Видите, пресс-служба Белого дома сообщает, что сегодня президент Байден и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о 15 миллиардов кубов поставок немедленных сжиженного газа в Европейский Союз. Давайте тогда такой вопрос. По времени энергетические системы, они в течение какого времени могут перестроиться? Вот по-вашему. Мы знаем, что Польша... Что касается... Ну, что Украина, допустим, взяла и переключилась на Европейский Союз по электроэнергии. Польша принципиально отказалась от российского газа. Украине из-за вашей агрессии из-за вашей агрессии очень резко упало потребление газа. Упала экономика. Нет худа без добра. Нам сейчас полностью хватает своего газа. Если он нам понадобится дополнительный, мы возьмем его в Польше. Даже если вы Венгрию будете душить, я думаю, все равно Венгрия будет жить по законам Европы, а не по законам России. Несмотря на то, что они недавно заключили контракты с Газпромом, и у них другая поставка альтернативная через турецкий поток. Дело не в том. Польша, они объявили уже, что они до начала отопительного сезона, то есть до осени, полностью готовы отказаться от российского газа. Отопительный сезон этот, по сути, закончился. На носу уже апрель, понимаете, я вам как коммунальщик говорю, уже перезимовали. Есть проблемы у энергетики Германии, но еще раз говорю, насколько они критичны, ну поживем увидим, поживем увидим, понимаете. И вы знаете, тут такая парадоксальная ситуация, вот вы же понимаете, что певничный поток-2, северный поток-2 не запущен, и он не имеет перспектив реальных, это что-то глобальное должно произойти. И поэтому сегодня, как это ни странно, основной транзитный поток газа на Европу, как вы думаете, через какую трубу я думаю? Через украинскую, через украинскую ГТС. Мы обязаны выполнять контрактные условия перед Европой, в первую очередь, понимаете, европейцы получают этот газ по контрактам. Хотите прекратить это, хотите поиграться, пробуйте, что я вам могу сказать. Просто эти последствия, они будут не краткосрочными, вы тем самым вообще отрежете раз и навсегда для себя газовый и энергетический рынок Европы. Ну, Грау-Газпром, как я понимаю. Навсегда. Хотя до последнего момента я в эту тему глубоко вникал, потому что я сегодня первый заместитель главы энергетического комитета Верховной Рады, я очень глубоко в газовой теме, мы критиковали наши, ну, у нас свои тут проблемы, и в том числе, я очень хорошо знаю всю историю газовых отношений Украины-России в первую очередь. Очень хорошо. И Туркменистана, и Казахстана, и Узбекистана и так далее. Лекции мы учитаем. Возвращаемся. Так вот, даже я точно знаю, что немцы в последнее время действительно они считали Рао-Газпром надежным поставщиком многолетним газа. Это действительно было. Мы же видели, ну, мы понимаем, сколько у Газпрома денег, у него хватало денег платить в бюджет, который разворовывался там очень успешно. Аплодируем вам. Вот отлично сработали ваши чиновники, министр обороны. Вот так мы видим по вашей технике, которая просто состояние ее ужасное. И по ракетам. Газпром умудрялся покупать там политиков европейских. Мы это тоже очень хорошо понимаем. Газпром финансировал, если я не ошибаюсь, три клуба футбольных даже. Какую там Лигу Европы или Лигу чемпионов не включишь или Будды с Лигой. Бегали там Газпром, Газпром. Мы это все понимаем. Такой поток денег, это очень серьезно. Но на сегодня планка уже переступила. Понимаете? Вы же понимаете, что все это уже в прошлом. Уже это не работает. Уже даже если кто-то там на деньгах у вас, тот же самый Шрёдер у Газпрома, понимаете? Но он уже там не будет воспринят теми странами. И поэтому любой политик, который сейчас на фоне шантажа энергетического, газового, любой европейский политик, который попытается что-то пророссийское делать, у него будет политическая смерть, на нем будет табу. Вот о чем подумайте, дорогие. По последним событиям и в Швеции, как делают профсоюзы в забастовке, не дожидаясь ответа своего правительства самостоятельно. Это видно и по грузинам, которые не поддерживают своего премьер-министра. Я думаю, венгерские выборы тоже будут удивят на всех. Давайте немножко с практической точки зрения, вот я как раз запланировал этот эфир, чтобы мы обычными словами объясняли, разжевывали, рассказывали. Значит, смотрите, по цене за газ в рублях мы определились. Теперь по ценовой политике. Есть такое мнение, что, допустим, в ответ Запад, именно что касается газа, поэтому я пригласил вас, потому что вы как раз эксперт по газу. Может ли Европа сказать, что мы будем платить 25%? Не хотите нам поставлять по такой цене? ну, как бы и не надо. А газопровод это же не штука, которую можно остановить легко, то есть по нему должен постоянно циркулировать газ, правильно я говорю? То есть его консервировать никаким образом нельзя. Вопрос в... Ну, газопровод обслуживает контракты. У российского газа 80% это долгосрочный контракт. Понимаете, долгосрочные прямые контракты. но это очень серьезный шаг. Прервать их по вине Газпрома это нарваться на очень серьезные стратегические глобальные проблемы. 20% газа это спотовый газ, который там торгуется на биржах. Вот на нем там колебания, в зависимости от того, что ляпнет там Медведев или не ляпнет, или еще что-то там тысячу долларов, тысячу восемьсот, это спот и это 20%. Это небольшие объемы, они не критичны, понимаете, они не критичны, ну потому что доля в себестоимости тех потребителей, которые на споте торгуют, это для них, оно не ключевое. Я понимаю, газ для энергетики, да, но это долгосрочные контракты. Вы хотите нарушить в одностороннем порядке долгосрочные контракты, вы становитесь вообще, ну табу, понимаете, Рао Газпром будет табу вообще, даже при учете того, что вы создадите какие-то временные сложности. По экономике еще немного. Есть такой известный экономист российский господин Некрасов, который работал в правительстве Медведева три года, и он заявил о том, что российская экономика адаптируется под ныне существующие санкции, и никаким образом санкции не не будут препятствовать путинскому режиму. Подтвердите или опровергните этот факт? Смотрите, смотрите, ну давайте мы понимаем, да, я сам родом из Цовка, да, я комсомолец и пионер, слава богу, в партию не успел вступить, в 91-м году бы мозги включил, и заявления меня заставляли написать, я говорю, нет, я подожду. Я понимаю, в какой стране вы сейчас оказались, понимаете, я понимаю, любой ваш экономист, даже, может, у него семь пядей и волдук, может, он очень умный, но ситуация такая, любой ваш артист, который может быть очень талантлив, но я на них смотрю, и я больше ни одного фильма с участием моих когда-то с них этих любимцев, которых я считал гражданами, я послушал бред, который несут, начиная с Михалкова этого, но это сумасшедший дом, понимаете, я понимаю, у них задача сегодня лизнуть царя и проявить максимально свою лояльность, они вам будут рассказывать все, что угодно, что ваша экономика вообще, она самодостаточная вообще, да любая, вообще, понимаете, можно при свечке сидеть, ходить в туалет туда, в огород, в принципе, да, зачем-то бумага туалетная, ну, на хрена она нужна, честно говоря, картошку, ну, будете выращивать вы свою там картошку, там колбасы раз в месяц выкинут, как при совке было, я помню очень хорошо, 80-е годы, это, кстати, 80-е годы, когда начал разваливаться совок, те, кто не помнит, мам и пап своих спросите, это Советский Союз и полуумная Политбюро, во главе, если они до Миличом Брежневым, в 79-м году решили в Афганистане поэкспериментировать, понимаете, они решили там во браках кармаля заменить там одного на другого, вернее, посадить там, вот, в результате это закончилось, 9,5 лет, 13,5 тысяч погибших, 140 тысяч раненых и полный развал Советского Союза экономический из-за санкций, которые на тот момент, они в 10 раз были меньше, чем сегодняшний. А вот этот бред, которому вы проэкспериментировали на своей ручной Сербии, не хочу их обидеть, но я понимаю, что сербы всегда были российскими, из-за них, по сути, и Первая мировая война начала. Так это же сербы объявили в свое время, маленькая несчастная страна, что они полностью импорта заместились. Когда потом их начали расспрашивать, а как вы могли такую ересь спросить, они говорят, ну мы же, нам Россия сказала такое говорить, но мы и говорили. Поэтому все вы увидите, я думаю, вы уже в первые неделю санкций, вы уже должны все на себе почувствовать. Вы уже должны все на себе почувствовать. Вот по нашей информации, тот же, да в любой сфере, куда ни копни, ну где, да у вас, я не говорю про эти айфоны, да бог с ним, делайте свои кнопочные телефоны в сколково своем, которое, ну кроме анекдотов, я же ничего про это сколково не слышал. Ну я не понимаю, ну у вас любая ракета, она с элементной базой мировой, танки, вооружение любое, самолеты, как бы то ни. Объяснить вам, почему сбили за месяц боев больше ста самолетов, ста, больше ста. Причем это сушки последние ваши, как они там, я там 34-й, понимаете, вот, как сбивают, потому что в свое время на ваши самолеты, которые летают, там, это все нормально, жрут там керосин, но летают, не поставили нормальную прицельную, так сказать, вот эту авионику, которая бы позволяла им выполнять боезадачи с высоты большой, просто, ну или пожелобились, я не знаю, сперли деньги. И теперь в результате они опускаются на малые высоты, чтобы типа там что-то кого-то там доставать и получают по полной программе стингерами, которые работают как часы. Стингеры, это я вам как советский человек, вот спросите любого афганца, ну, я имею в виду воина афганца, любого офицера, который прошел в Афганске, что такое стингер, и сколько там завалили наших вертушек в Афганистане, про что пел очень мой уважаемый певец даже этот самый Розенбаум, да, стингер стреляет, горы там стреляет, или что он так пел, хорошая песня была, но она, видимо, забыта вам, и переслушайте ее в Афганистане, в Черном Тюльпане, вот хорошая песня моей молодости, советую настоятельно. Поэтому эти все сказки, что вы там импорта заместились, ну, это только ваш Рогозин, ну, я когда читаю вашего Рогозина, он же вице-премьер, да, если я не ошибаюсь, но это комедия. Когда человек объявляет, что он вообще обеспечит в России самостоятельную программу покорения Марса, я ему сразу советую в психиатрическую больницу, потому что врач уже ему не поможет, понимаете, это только в психиатрическую больницу, но это же все втирается бедным этим россиянам, и вот эти тети в махеровых беретах, которые сегодня начинают войны в магазинах ваших, как в 80-е годы, за сахар, за курицу, за колбасу разметают, они, наверное, бесушивают этот бред, но у вас же не все такие, ну, должны быть у вас люди, которые с мозгами дружат, ну, то есть, по крайней мере, ну, хоть где-то у себя в голове логические конструкции выстраивают, я понимаю то, что, конечно, к сожалению, ваша элита поставлена в рамки, если она сейчас оду, хвалу какую-то не споет целью, то она будет, ну, табу на ней, не церковать какие-то, ну, бабки не смогут зарабатывать, чтобы хоть как-то свой там жизненный уровень поддерживать кое-какое, они что привыклись, они же все привыкли, вилы, яхты там, дочки за бурон, дети, любовницы, все, да нет, мне, ребята, придется ужаться очень сильно, это элита ужинется, но она-то в золоту не помрет, а вот, извините, безработица обеспечена, это однозначно, и курс обеспечен, и вы сейчас каждый день будете чувствовать, что такое импортозамещение по рогозе, это сказка, мир, которым вас кормят. Мы каждый раз на эфир с разными экспертами как раз обсуждаем что-то комплектующие, вот эти вот сказки про импортозамещение, мы постоянно об этом говорим. Давайте еще обсудим вопрос военного положения, к которому готовятся Польша и Молдова. Каким странам необходимо еще было бы вот таким образом собраться и скоординировать свои действия по этому вопросу, и возможно ли вот развязка этой войны дальше? Как по вашим, по вашим оценкам? Смотрите, развязка этой войны во многом зависит от того, что реально в воспаленных мозгах одного человека. Это пытаются, я думаю, сейчас какие-то аналитические центры, но аналитика тут не очень работает, тут больше психиатров, понимаете, но мы же не знаем, да, мы не знаем, да, мы не знаем. У нас вчера было заседание Верховной Рады, вчера на заседании Верховной Рады, депутатом, которой я являюсь, были, лично присутствовали глава парламента Литвы, глава парламента Латвии, глава парламента Эстонии, вице-маршалок, ну вы поняли, вице-спикер Сейма Польши, который однозначную поддержку под аплодисменты наших депутатов заявили поддержку Украине, вообще стратегическую и глобальную. Это наши друзья. Польша, которая, ну, я уважаю поляков, понимаете, у них своя история, и Дуда не случайно сегодня сказал, может, россияне еще не услышали, Дуда сказал, не, мы, Польша, никогда ни на кого не нападала, ну, по крайней мере, последние сто лет, понимаете, такая фраза. Ну, я, насколько понимаю, Польша, как член НАТО, сегодня там выстраивается, серьезно, разворачивается очень серьезное, так сказать, место для любого агрессора, это Дуда сегодня заявил. Это я читал в новостях 15 минут назад как раз об этом. Вопрос, каким странам еще по Требу, Израилю, Турции, куда это может дальше распространяться? Смотрите, Турция, Турция, я с огромнейшим уважением отношусь к турецкому правителю, господину Ардогану, он действительно очень, ну, мы видим реально, какой, каким игроком стала Турция, я понимаю, что в этой ситуации он до последнего будет пытаться, вот быть, может быть, стать одной из тех площадок, где могла бы состояться, ну, которая встреча, которая рано или поздно, как я понимаю, должна состояться. Ну, понимаете, ну, мы же не можем вот эти обмены видосиками, Владимир Владимирович из бункера что-то там вещает, рассказывает, ну, это комедия, понимаете, но это на самом деле, ну, извините, давно, наверное, надо было бы поговорить непосредственно, мы сейчас обсудим, почему этого не происходит, но Турция занимает свою устойчивую позицию, но, по крайней мере, вы знаете, так, как бы то ни было странным, вот, вот такое очень модное украинское имя стало, я думаю, сейчас мальчики, которые рождаются в Украине, очень, часть из них получает очень модное традиционное украинское имя, как вы думаете, какое? Барректар. Как, как? Барректар? Барректар, да, это вот те уникальнейшие, уникальнейшие летательные аппараты, которые показали практически свою 99% эффективность, вы же статистику посмотрите, там, из, из, что-то, из 110 ударов 102 эффективные, то есть, 110 барректаров многоразово используют, 102 нету ваших танков, ваших, как они там, грады там, эти буки и прочее, прочее. А вы почитайте, Барректар это кто? Это зять, зять господина Эрдогарна, и вот у нас сегодня с огромнейшим уважением мы относимся и к господину Эрдогану, и к его зятю, Серику Барректару, который и есть владелец компании, который это производит. А мы, по сути дела, сегодня рекламируем на весь мир вот это вот, ну, как я понимаю, оружие номер один. Я уже не говорю про традиционные стингеры, Энлау, это шведский, они показали свою колоссальную эффективность. Понимаете, просто вы не видите двадцатой, сотой доли того, что у нас в прямом эфире, по сути, ну, через видео, через наши каналы, это видео, как работает современная техника против гробов, в которые на сегодня превратились. Более того, я сегодня прочитал новость, что у вас собирает Т-62 для последнего решительного штурма. Т-62 это машины, которые еще при Хрущеве, это танки при Хрущеве, которые, понимаете, еще там на вооружение оставили. Они еще в Чехосовакию в 68-м году заходили, и в этом самом, и в Венгрию 50-100. Поэтому, ну, ждем ваши Т-62. Что вам еще сказать? Ждет. И поэтому... Итого вернемся к вопросу о консолидации стран. Значит, понятно, что поляки, Молдова, да? Все страны, которые ощущают реальную угрозу. Как Израиль, по-вашему? Смотрите, Израиль такую, я понимаю, их сложную ситуацию с учетом основного потока граждан Израиля, хотя там полно украинцев точно так же, но тем не менее, они заняли пока, пока, ну, такую позицию, ну, ну, я бы сказал, странную, да, пассивную для Украины, но тем не менее, поживем увидим, поживем увидим. А вот те страны, которые реально ощущают возможность и вероятность и реальность угрозы со стороны России, но они, сегодня у них-то и выхода другого нет. Это, безусловно, прибалтийские три страны, это поляки, да и Молдавия, вы знаете, как я понимаю, с этим Приднестровьем, это как раз отличный момент раз и навсегда решить эту болячку, которая там еще там сколько, 25 лет, болячки, абсолютно непонятной. мы видим очень серьезную, активную позицию в Великобритании и лично Бориса Джонсона. И вы знаете, я зауважал просто, ну, я всегда относился там очень уважительно, но сегодня я вижу четкую, однозначную позицию одного из новых европейских лидеров, европейских лидеров. И эта позиция сегодня отлично воспринимается. Я статировал тот факт, что впоследствии образуется какой-то новый вот такой вот геополитический союз. А вы затронули очень интересную тему. Я думаю, у любого здравомыслящего человека есть понимание, что мы находимся и живем с вами в такой период тектонического излома. Понимаете? Это что-то наподобие вот там тысячу лет назад, когда татаро-монгольская орда пришла, до Киева дошла, но дальше не пошла. То есть Украина и Киев тогда выполнили свою историческую миссию, не пустили дальше орду, к сожалению, ценой, но вы понимаете, тектоник глобальный в историческом излом. Так вот, для нас сегодня это новый излом и реальнейшая абсолютно неизбежность, не просто возможность, неизбежность отрыва от орды. Мы не хотим дальше жить с ордой. Понимаете? Мы не хотим. Мы не хотим. И все сказки про какой-то единый там народ, один народ, одна нация. Рассказывайте это своим тетям в маркировых беретах, в очередях за сахаром. Мы не хотим. Но я к чему говорю? В ходе вот этого, вот за один месяц, где в течение вот этого периода, когда очень жалюси события, все стало абсолютно понятно. НАТО, вроде бы организация серьезная, но видите, она тоже не может полностью гарантировать в таком формате. Те же самые ООНовские органы, ну вы видите, тоже, но далее резолюции не идут, не с этими конструкциями типа право вето и прочее, но оно все, к сожалению, не работает. К чему я подвожу? У меня нет сомнений. Извините. В образовании нового союза. Абсолютно верно. Хорошо, давайте еще. Новая система безопасности в мире. Давайте еще поговорим. ну где-то в глубине души вижу вот с теми странами, которые я перейти. Да, эта тенденция имеет место быть. Я коренной мариуполец, 21 год прожил там, потом очень долгое время жил в Харькове, сейчас живу в столице. У меня вопрос по восстановлению города. Сейчас информация есть у нас о том, что и мы ее озвучиваем постоянно, что 80-90% города разрушено. Харьков, к сожалению, большому на пути к этому же. Вопрос, как долго восстанавливать такие города? Сколько это стоит? Кто может помочь из зарубежных стран восстановить? И по какому принципу это будет идти? Это будет восстановление старых домов, либо проще, как в Нагорном Карабахе азербайджанцы создавать совершенно новые ультрасовременные города. Вот как, представим, заглянем немножко в будущее, с победой Украины, и нам предстоит восстанавливать города. Вот расскажите, как специалист, я думаю, это очень интересно. Смотрите, первое, у вас такая уникальная история, смотрите, Мариуполь, Харьков, Киев, вы просто уникальный человек, потому что на самом деле все эти города уже вписаны, они сакральными, особенно Мариуполь, это что, вы понимаете, сакральное название. Долгие годы, века, то, что русские преступники сделали с городом, с Мариуполем, ну, это будет, ну, Герника, понимаете, Герника, Алепа, это еще больше будет. Вот я только что, опять-таки, на той же нашей Украинской правде два подряд идут новость. Первая новость, это по официальной информации городских властей в театре который был разбомблен супер-бомбой ваших стратегических, насколько я понимаю, там, бомбардировщиков, так вот, там погибло 300 человек, 300, запомните, это оценка, ну, понятно, что не точно, но эта оценка уже есть, и она уже официально прозвучала, как так. А вот это одна новость, а вторая новость, вы заблокированным оккупантами Мариуполи открыли штаб Единой России. Вот эти две новости, это для меня, это как вообще, это аксюм, ну, это какое-то, ну, невозможно, понимаете, то есть вы на трупах хотите свою эту долбаную Единую Россию, там, апарт-организацию делать, это, я не хочу сейчас эмоций, я не хочу, там политика, но будет вам и Единая Россия, будет и Единороссия. Теперь, что касается отстройки, понятно, что в первую очередь для того, чтобы о чем-то говорить, надо, чтобы прекратились боевые действия, да, провести какой-то аудит, хотя мы можем понять, я представляю, что там в Мариуполе, какой процент там живого фонда выведен и в Харькове, думаю, это чуть-чуть, ну, несколько разные ситуации, поскольку Мариуполь, наверное, по сути, это новый город, надо будет достраивать, Харьков, ну, это исторически, вообще, додуматься, раздолбать Харьков, который был первой столицей советской Украины, советской Украины, который по плану Путина, который ему доложили его эти обкуренные, обдолбанные эти военачальники, разведчики, вернее, может даже и наша пятая колонна во главе с Медведчуком и Килой, да, они же наверняка докладывали царю, что там хлеб-соль, да, там в Харькове, там вас должны были хлеб-солью встречать вот я связываю месть Харькову именно с тем, что это было глобальное вот разочарование и понимание у Путина, что меня на, ну, вы поняли, на, я не туда попал, вот, поэтому, как это будет делаться, я вам честно скажу, я думаю, что это будет делаться вместе с нашими партнерами стратегическими и глобальными, а наши партнеры это Европа, вы однозначно понимаете, что у нас нету другого, ну, не просто выхода, наш тектонический глобальный выбор это Европейский Союз, я думаю, и слава Богу, в мире достаточно средств, чтобы оказать и разработать для Украины некий аналог, хорошо известного плана Маршала, который был в Германии, приблизительно в таких же условиях, но только единственное, Германия была побежденной страной, понимаете, но тем не менее, я достаточно изучал опыт жилищного строительства, который реализовывал Аденаур, их премьер-министр, Эрхард, министр финансов, который потом стал премьер-министром, вот тот опыт восстановления именно жилья, когда 7 миллионов немцев лишилось жилья, и они решили эту проблему, ну, буквально за 5-7 лет, понимаешь, и запустили, перезапустили полностью экономику. занимает разминирование. Это дорогое удовольствие разминирования в современных условиях, это дорогое. Наши уже делают оценки, опять-таки, но для этого опять надо четко понять, где, и кто, и как будет разминировать. Я не хочу никого пугать, у нас военнопленных уже достаточно, по-моему, ну, я не хочу пугать, но они пришли сюда захватывать, они сюда пришли захватывать, они к нам пришли, ваши пацаны эти, малолетние, по 18 лет, по 19, я вижу военные билеты, срочников он не посылает. Мама, мамы, задумайтесь, мамы, жены, братья, задумайтесь, задумайтесь. 20 тысяч погибших, еще раз говорю, из них 15 тысяч, это ваша регулярная армия. У нас по сообщениям сегодняшним, сегодня был изныщен этот, ваш командующий армия Южного округа, этот, Рязан, генерал-лейтенант, на секунду, проверяйте, проверяйте. Такие же вещи нельзя умолчать, но у нас официально прошлое, генерал-лейтенант. Итого, значит, по времени, значит, это примерно может занять 5-7 лет, помогать будет Европейский Союз. Как с репарациями Российской Федерации? Это было в Германии в 1948 году. Я думаю, что на сегодня эти вещи, ну, очень, смотрите, мы видим, что такое современные технологии строительства, градостроительства, как вырастают дома. Если это организовано в конкретном городе, ну, это может быть двух-трехлетняя программа. То есть, разминировали или отстроили? Ну, разминирование, я не военный специалист, но я знаю, что это тоже, это создает большой геморрой, извините за выражение, это проблема. Хотя, это тоже, все решает. И это будут уже как ультрасовременные города, либо имеет место восстанавливать старое. Как это все будет, как это будет происходить? Тоже по оценкам экспертов. что там восстанавливать старое? Ну, что там восстанавливать? Исторические какие-то бытности наши, украинские. Смотрите, то, что, например, Италия объявила, что они, Милан, если я не ошибаюсь, что они берутся восстановить театр, вот этот разбомбленный, это знак. Драматический театр. Понятно, да, драматический театр. Хотя это русский драматический театр, Алексей. Русский, конечно, Мариуполь, где на русском языке, извините, где, извините, вспомните Бендера, когда он миллион свой доставал, там бабушка передала варибаночку варенья из Мариуполя, понимаете, я просто досконально знаю Ильфа и Петрова, я на нем рос, вот варибаночку варенья из Мариуполя она передала, он под этим соусом чемодан с миллионом вернул там, с почты. Но это так, лирика. Поэтому, русские города, русский Харьков, который у нас, вы знаете, у нас, ну, честно говоря, вот для меня, для самого, это просто открытие, насколько украинский Харьков. Потому что там, да, действительно, это русскоязычный, у меня там родичи живут, но они сейчас прозрели. Просто у них вообще даже, даже у тебя ни сомнения нет. Ну, это можно добавить, Херсон, Николаев, Вердианск, Краховка, Николаев, Одесса, Мелитополь. Да вы что, вопрос по репарациям. вы знаете, еще раз, я понимаю, что современный мир достаточно прагматичен, и думаю, что ни у кого нет сомнений, в том числе у наших зарубежных партнеров, европейских и заокеанских, что заплатить за свою агрессию и за разрушение должен кто? Ну, агрессор, агрессор, а кто еще должен? Поэтому, все вот эти ходы с арестом резервов Центробанка, имущество, майна, но речь идет об огромнейших суммах, понимаете, огромнейшие суммы. Да я думаю, вы знаете, ну я же прекрасно понимаю, насколько ваши олигархи, вот эти все приближенные, эти, озерки этой ваши и прочее, насколько они ободрали российский бюджет. Ну это понятно, что в Ахам рассказывали всегда, как ваш этот клоун, говорю, денег нет, но вы держитесь, да, денег нет, вы кушаете там сардельки какие-то, там, и вермишель, а мы будем на яхтах самых больших в мире, на самых больших виллах в Лондонах, там, в Монако, мы будем оттуда вам передавать прибыль. Да у вас же даже не олигархи, какой-то там журналист, словью. Давай, я понимаю ваши эмоции, хочу немножко практичную составляющую еще эфира, для того, чтобы, да, мы были, мы каждый раз, поверьте, на каждом эфире. А практичная составляющая, сегодня говорить тяжело. Уточнить еще, потому что эфир ограничен, извините, вынужден перебивать иногда. Значит, мы с экспертом недавнем определили в строй, да, российский, что это такое военно-капиталистический империализм. И у них, собственно, упование на коммунистический Китай. Как эти две системы между собой будут сочетаться, хорошо либо плохо, да, как вы оцениваете вообще отношения, да, России и Китая после окончания всех событий, потому что, да, да, вот расскажите по этому вопросу. Безусловно, у них есть какие-то отношения, у России и у Китая, ну, назовем какие-то там, стратегические. Тем не менее, Китай это очень непростая страна, мы же понимаем, да, и в силу исторической своей, и религиозной своей, и ментальной вот этой истории, организационной, да, это же у нас там Китай, я долго думал, я много читал, я задавал себе вопрос, а как же, почему Китай не попал в потрясение там после развала там советского лагеря. Ну, у них же коммунистическая партия, да, там много, миллионные там ряды, у них там только на съезде там, по-моему, там у них, ЦК у них, по-моему, 4000 там членов, вот, и эта матрица, как бы, на фоне религии, своей, конфуцианской, она склеивала и удержала вот эту вот полутора миллиардную страну от резких потрясений. насколько это сейчас модель приемлема для России, ну, я читал в свое время, вы же понимаете, мы на этом росли, военный коммунизм, как после революции, военный коммунизм, потом небольшой откат в виде НЭПа, потом пошел индустриализация сталинская, с какой ценой, ну, ну, расспросите просто у своих дедушек, потому что им рассказывали их мамы и папы, если еще живы, вот эти люди, которые еще застали, вот понимаете, я это очень хорошо знаю, я это хорошо, но я еще общался с этими людьми, они рассказывали, какой ценой было после вот этой вот разрухи Советский Союз был выведен, ну, на какую-то орбиту, и это огромнейшая цена. Ладно, жизни людские никогда не считали, там, ни в Советском Союзе, ни в России, в том числе, это классика, к глубокому сожалению, но все равно понадобится колоссальный ресурс, людской ресурс, трудовой ресурс, деньги понадобятся, а это налоги, понимаете, которые, кредитов же никаких-то не будет, и я в этой ситуации, ну, попробуйте эту модель, наверное, как он там, вы его назвали военно- вот коммунистический, военно- капиталистический, он все равно капитализм там, в любом случае. А скажите, пожалуйста, а что в России сейчас останется от капитализма, вы точно уверены, что там что-то останется, но в моем понимании... Скажем так, до 24 февраля там была капиталистическая модель, да, что касается там, как это будет развиваться будущее... В моем понимании, вот смотрите, я не хочу пугать, я думаю, что каждый из ваших богатых людей, олигарх, не олигарх, они сегодня где-то, ну, не должны спокойно спать, потому что, как я понимаю ситуацию, вопрос национализации всего у вас очень быстро станет, понимаете? У вас очень быстро он станет. Либо это, чтобы не ломать картину, будет продолжаться, типа, ну, приватная властность, но рамки для ваших, вот этих, приватников этих, ну, они будут такими жесткими, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Ну, вы понимаете, да? Либо это будет национализация, ну, которая, по сути, и произошла в России в результате доленосной, судьбоносной Великой Октябрьской. И я почему-то считаю, что, ну, национализация неизбежна, потому что все ваши, как монополии энергетические, так и мощнейшие концерны, они превратились в коррупционные, ну, моечные машины. На них отмывались огромные деньги, которые в результате... это такая завуалированная национализация все равно уже давно. Я... Ну, а как по-другому? Вот смотрите, давайте аналогию проведем. Во времена нацистской Германии фюрера, а это вам очень близкая аналогия сейчас, потому что, ну, там же все параллели проводятся. Там, теоретически, были же у нас кто? Фьюго Босс, который обшивал, Круп, да, которые там, концерны там, они теоретически были там собственниками, ну, вы же понимаете, шаг влево, шаг вправо, и Круп был бы трупом, ну, извините, да, или Босс. То есть они, в рамках, которые им были ответены, они выполняли функции вот этого, ну, назовем его, как это, государственного частного партнерства, но то, что командовала всем военная администрация, государственная машина, у вас же нет никакого сомнения. Поэтому, ну, к какой-то такой модели и готовьтесь, но она же не имеет ничего общего с тем, что ваши уважаемые богатые люди в любой момент захотели, поехали в Куршевель, с Куршевеля в Дубай, а с Дубая на яхты, и оттуда они там рулят своими бизнесами, понимаете, но это, вот эта модель точно не будет работать, в моем понимании. Но я почему-то считаю, что следующий шаг – это национализация. Хорошо, хорошо знакомая в Советском Союзе, потому что я, опять-таки, как человек 61-го года рождения, нам это все рассказывалось, как национализация, как она помогла вместе с индустриализацией и планом ГОИУРО отстроить могучий Советский Союз. Чем закончил могучий Советский Союз, ну, мы с вами увидели. Сейчас какая-то следующая пара. Вопрос еще хочу с вами обсудить. То есть, я немножко, опять же таки, не услышал дальнейшие отношения Китая-России. Как вы думаете, как Китай-Россию воспринимает сейчас? То есть, им выгодно, чтобы это была серая зона, чтобы их полностью отъюзывать. Я не знаю, смотри. Это, ну, что? Я не могу. Александр, моя сфера интересов, в основном, это была энергетика. Я просто, как взрослый человек, с моим опытом, ну, с образованием хорошим, да, Киевский государственный университет имени Шевченко, факультет кибернетики, академия госуправления, кандидат социологии, министр, депутат. Ну, Китай очень непростая страна. Они живут в другом горизонте планирования, понимаете? Если Россия сейчас пытается, там, планировать, ну, максимум, там, там, квартал, полгода, год, три года, Китай планирует на века, на тысячелетия. У них есть некая стратегическая линия по отношению к России. Это абсолютно не значит, что они будут мельтешить сегодня резкими движениями в этом конфликте. У них есть своя зона жизненных интересов, это Сибирь. Почему? Потому что китайцев очень много, и территории им очень не хватает. А Сибирь – это концентрация природных ресурсов. Подвести под это юридическую базу, ну, это вопрос юристов, это дело техники. Потому что они играют в долгу, они в долгу играют. Потому что, ну, у Китая, как бы, всегда были с Советским Союзом такие вот, ну, какие-то вот, ну, свои, понимаете, такие глобальные отношения. Мир, дружба, братство, несмотря на конфронтацию Мао, Сталина, а потом Мао, там, с другим Советом. Мы на этом рождались. Я же помню, когда я был, семь лет мне было, когда, на этом, полуострове, Даманский полуостров, первый конфликт. Я вот так, широко раскрытыми глазами смотрел, как китайцы лезли на наших пограничников, в том несчастном, маленьком полуострове, понимаете, на границе. Поэтому, Китай играет в стратегическую игру. У него есть свои жизненные интересы в России, это однозначно. Но у него сегодня, если посмотреть на структуру его экспорта, то это же, ну, вы понимаете, это не Россия. У него там на США, те же самые, на весь остальной мир, он очень в этом плане уязвим. Поэтому резких никаких телодвижений не будет. А то, что это люди... А со стороны Японии? Японцы уже заявили про Курилы, это давно, ну, ожиданные абсолютно. Азербайджанцы уже там в это время, вы видите, тоже свои притязания. какие-то действия. Заявить-то мы можем все что угодно. Я не думаю, что... Смотрите, смотрите, Александр, я не думаю, что это вопрос мгновенный, но я ощущаю всеми фибрами своей души, что это тектонический, вот сейчас мировой перелом, понимаете? Это мировой перелом. Я просто напомню историю формирования довоенной, до Второй мировой войны вот этих осей, да? Они же не сразу родились, да? Германия, Италия, родина фашизма, Япония, да? Вот эти оси, они долго выстраивались, да? Они находили совместные интересы. Вот получилась одна ось. А потом появилась другая ось, другой союзники, альянс, в котором, ну, кому могло в голову прийти, что англичане с Советским Союзом с Черчиллем со Сталином и с Рузвельтом выстроят систему вот такую борьбы с агрессором. Но, как обычно, бывает в истории, их объединило что? Одна, единственная, общая цель, да? Это борьба против врага общего. Вот они определили общим врагом, и в результате закончилось, чем нам хорошо известно. поэтому, поэтому, еще раз говорю, я не берусь сказать, что уже вот этот масштаб событий, он уже достиг апогея того момента, с которого началась Вторая мировая война, это 1 сентября 1939 года, это Польша, формальная, да, начало войны, Второй мировой, хотя до этого был Мюнхен, до этого был Аншлюз Акции и так далее, и тому подобное. Но все, вот, ознаки, это признаки исторической параллели, я провожу очень-очень хорошую, поэтому Китай, Китай будет играть свою стратегическую роль полутора, их уже больше, там, миллиардной страны, со своими глобальными интересами, но я четко понимаю, у них в России, им не хватает того, что они сейчас делают. Разъясните еще, пожалуйста, по украинскому референдуму, возможен ли он, потому что это тоже такая очень неоднозначная тема, и очень многие эксперты говорят совершенно разные вещи, в том числе и украинские, и вот, скажите, возможен ли он, потому что, опять же, мы знаем, что военное, согласно Конституции, военное время, референдум невозможен, вот, но в целом, вот, объясните, вот, юридически, я не хочу слушать балаболов, которые сейчас что-то рассказывают, я понимаю, из какого она и лагеря, они просто обслуживают некий политический лагерь, у нас же демократическая страна, я бы вообще на месте властей в этой ситуации, сейчас бы, ну, понимаете, поскольку военное положение у нас объявлено, оно продолжено, до 26 апреля, на сегодня, я бы сейчас вообще там, ну, любыми способами, ну, позатыкал, и политикам, и тем балаболам, правильно сделать, правильно сделать, еще раз говорю, потому что это не тот момент, я понимаю, что идет подспудная борьба, тут у нас есть такие политики, которые во многом, ну, виноваты в той ситуации, которая на сегодня сложилась, это, это потом, это мы все будем потом разбираться, но говорить о том, что юридические какие-то, невозможно, нельзя провести референдум, это полная ерунда, вообще, не стоит в это верить, было бы желание и воля политическая, всегда найдется юридическая процедура, это была как бы инициатива Зеленского, президента, я понимаю суть этого, потому что на референдуме, ну, в принципе, надо принять какие-то тектонические решения, глобальные, судьбоносные для Украины, которые потом обязана будет воспринимать украинская нация, которая тоже неоднородна, в каком смысле, мы все тут украинцы, и у нас всех сейчас враг, агрессор, это Россия, и лично Пусть, но у нас есть сторонники, как обычно, войны до победного конца, у нас есть более померкованная, померкованная, вы понимаете, более там, средняя какая-то, да, которые понимают, что, видимо, парад вооруженных сил Украины на Красной площади, это тяжелая задача, да, парад победы, поэтому война тогда закончится каким-то там, подписанием чего-то там, подписание должно чего-то там, базироваться на том, что воспримет украинское общество, украинское общество сегодня состоит из патриотов, ну, из тех, кто, ну, действительно, вы понимаете, оно неоднородно, но тем не менее, в какой-то ситуации нужно будет достигать какого-то решения, и то, что оно не всем понравится, ну, это, у меня в этом и нет сомнений, но именно в этом и есть основной, основополагающий принцип демократии, что ты можешь высказывать свое мнение сколько угодно, после того, как оно проголосовано и стало нормой конституции или закона, извини, пожалуйста, подчиняй, подчиняйся, и политическими методами борьбы, поэтому я не отвергаю абсолютно вот эту идею Зеленского о референции. Понял. Спасибо. С нами был Алексей Кучеренко. Алексей, мы вас будем звать обязательно еще к нам на эфиры.